Всем привет, друзья! Вы на моем канале. Канал называется Екатерина Маковецкая. Рада вас приветствовать! Хочу перед тем, как начать видео, поблагодарить всех, кто подписался на мой канал, кто смотрит мои видео. Это стимулирует на продолжение снятия роликов о моих любимых орхидейках. И хочу попросить подписаться на мой канал, кто смотрит видео без подписок. Много людей смотрит, но не подписывается. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, это у нас второй день принятия посылок. Это посылки с моими любимыми орхидейками. В этой посылке две штуки орхидейки. Как я их распаковываю, хочу показать, в каком они состоянии сейчас зимой приходят к нам. Мне кажется, вам тоже интересно на это посмотреть. Сейчас вставлю видео вам первой посылочки. Смотрите, как очень хорошо упаковка утеплена в этот утеплитель мягкий. Это хорошо. Молодцы, девочки, постарались. Упаковали на славу. Ну, я его так рву, он мне больше и не пригодится. У нас за окном сегодня дождь, ливень льет. Может, вы будете слышать, может, слышно будет вам. Вот такая орхидейка. Она, конечно, пересушена сильно, причем пересушена. Придется ее отпаивать. Отпаивать. Она во мхе. Вот какая красотузька. Во мхе она. Корешки, конечно, сильно пересушены. Наверное, боялись, что не доедет, если будет макроватое, влажное. Вот такие корешки. В принципе, корешки есть. Конечно, немного. Видите, вот такие корешки. Будем отпаивать. Ну, листики в тургаре. Это орхидейка. Вам скажу, бегли бабочка. Попкорн. Очень красивый сорт. Я ее давно приглядела. Мне понравилась. Она давно еще. И вот на день рождения мне муж сделал вот такой подарочек. У меня еще будет вторая часть видео. Едут еще ко мне две орхидейки. Они будут уже завтра. Сниму продолжение к этому видео. Итак, будем открывать и вторую посылочку с орхидейками. Сегодня у нас мороз, снег идет за окном. Я так люблю получать посылки с орхидейками. Очень-очень. Хочу, чтобы вы тоже видели, друзья. Мне кажется, это интересно тоже. В каком они состоянии приезжают. И я старалась заказывать в теплые окошечки. Чтобы не было больших морозов. Мне как раз повезло. Это, я думаю, последние мои орхидейки. Которые я заказываю на зиму. Потому что потом идут уже морозы. Сегодня у нас небольшой морозец. Итак, получилось у меня открыть. Вот такая упаковочка. Вот. На страничке инстаграм. Цветочный дворик Инна. Это ее орхидейки. У нее заказала. Не первый раз заказываю. Уже заказывала. Несколько раз у нее. Она, видите, как упаковала. Орхидейку. Такую. Даже это такая она. Даже не могу сказать. Это не бумага. Вот дальше идет бумага. Такое волокно какое-то. Это пупырочная бумага. Не бумага, а пупырочная клеенка. Вот и орхидейки. Они, конечно, влажные. Я их принесла и не распаковывала час. Они у меня полежали в закрытой посылочке. И сейчас я их распакую. В первом видео, вы, конечно, видели, там другое такое волокно было. Утеплитель такой был применен. А эти орхидейки были всего лишь вот так вот упакованы в такую вот клеенку и бумагу. Это для меня они очень красивые орхидейки. Я хотела себе в коллекцию... Сначала я вам покажу вот эту. Смотрите, какая шикарная, большая. Это уже размер 2,5. В отличие от первой орхидейки, которую вы видели на ваших экранах, я получила вчера попкорн. Это Big Lip орхидейка. Она была сильно пересушена. Это нет. Вот такие у нее корешки. Смотрите. Корешки. Ну, я бы сказала, как немножко подпорченные. Может, из-за... Вот, смотрите. Примерзли орхидейки в дороге. Я смотрю вот здесь вот на листе. Она почему-то, конечно... Вам она видна зеленая, но мне отсвечивают желтоватые листочки. Конечно, наверное, дорогу плохо перенесли. Ну, посмотрим на ее состояние. Вот такая. Это орхидейка Санта-Клаус. Биг Лип бордовый с белой окантовкой по краям. И внутри губа белая такая красивая губа. Посмотрим, как восстановится, как переживет этот переезд. Я его оставлю. Будет он у меня постоит. Потом посмотрим, что... Как он себя поведет. Не буду поливать. А это тоже орхидея Биг Лип. Меня потянуло на Биг Липы. Орхидея Биг Лип. Зафира называется. Она такая молочного цвета. И губа такая розовая. У нее красивая орхидейка. Это чувствует себя лучше. Смотрите. Орхидейка. Корешки, конечно, лучше, чем те, чем у Санта-Клауса. Ну, посмотрим, как себя поведут. Это в лучшем состоянии. Орхидейка. А это, наверное, была полита. И ее положили так. Потому что корешки... Вот видите, как макроватые. А эту подсушили больше. Орхидейку. Сегодня... Сейчас вам покажу орхидейку, которую получила вчера. Вы видели ее в первом видео. Вот эта орхидейка. Смотрите, напоила ее. Налила всего 20 миллилитров водички. И вот так вот сняла этот стаканчик. Поставила. У меня есть мерный стаканчик. Поставила в мерный стаканчик. Налила 20 миллилитров водички. Вот мох немного напитал. Видите, внизу. А теперь я полью ее еще завтра. Сверху полью. Вот аккуратненько. Вот по краешку. Вот здесь вот полью. Где-то, может, 10-15 до 20 миллилитров. Наверное, 15-10 вот так вот миллилитров пролью сверху. И все. Потому что орхидейка была сильно пересушенная. Но это, наверное, и хорошо. Потому что эта орхидейка дорогая. 400 гривен стоит. Вот. Попкорн. Очень красивый сорт. Эта орхидейка стоит 170 гривен я купила. А эта у нас 310. Ну, там еще за упаковку у меня взяли немного. 10 или 15 гривен. Вот. Конечно, это не очень в хорошем состоянии. Все. Вот такие у меня подарочки от мужа. И других членов семьи на день рождения. И вот эта вот еще красавица. Спасибо всем за внимание. Мира, теплоты в каждый дом, уюта. Пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok